МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Метр за метром исследователи московских подземелья продвигаются вперёд. Туда, где в нескольких метрах от асфальта Садового кольца покоится фундамент Сухаревой башни. Сооружение величественного и таинственного, ведь именно в ней в 18 веке проводил свои эксперименты потомок шотландских королей, алхимик, астролог и маг Яков Брюс. Он вплотную подошёл к созданию эликсира бессмертия. Источником всесильного знания стала чёрная книга. Таинственный манускрипт, уже 300 лет будоражащий умы следователей. Книга до сих пор не найдена, но исследователи уверены, искать её надо здесь, в подземных ходах под Сухаревской площадью. Один из самых оживлённых перекрёстков Москвы – пересечение проспекта Мира и Садового кольца. Мало кто из водителей, стоящих сейчас на светофоре, знает, что когда-то Москва здесь заканчивалась. И её границу охраняла Сухарева башня. Возможно, самое мистическое сооружение столицы. Ещё 80 лет назад здесь всё выглядело иначе. Бурлила базарная площадь, советские служащие спешили по своим делам, но теперь сюда водят экскурсии. Вот она, знаменитая Сухаревская площадь, где когда-то стояла одна из самых красивых башен Москвы – знаменитая Сухарева башня. На третьем этаже башни когда-то загорался свет, и москвичи говорили, там колдует, там работает знаменитый московский чернокнижник-колдун Яков Велимович Брюс. Там слышались хлопки, а иногда в небо уходил огромный телескоп. Брюс изучал звёзды московские и сочинял свою тёмную чёрную московскую книгу. Сухарева башня была построена по распоряжению Петра Первого как военное укрепление, защищающее подходы к гору. Стрельцы! Чего вы тут зря шумите? Время было мирное. Стрельцы, жившие в башне, скучали и забавлялись тем, что пугали случайных прохожих. Бабу! Москвичи старались обходить эти места стороной, а вскоре башня и вовсе получила славу колдовского места. На третьем этаже оборудовали лабораторию, где начал проводить свои тайные эксперименты и граф Яков Брюс. Что делать ночью вообще приличному человеку? Ему надо ночью спать. Когда человек ночью сидит за чёрными книгами, ясное дело, что ничего хорошего из этого не выходит. Вообще чёрный переплёт, он всегда ассоциировался с тайными знаниями, с какими-то кознями, с союзом с дьяволом. А плюс к этому ещё представьте себе обстановку химического или физического опыта, какую-нибудь электрическую машину, из которой сыпятся искры, пыхтящие колбы, огонь. Яков Брюс, обрусевший шотландец из знатного рода, сподвижник и близкий друг Петра Первого. Они дружили с юности. Пётр ценил Брюса за его склонность к наукам. Для России тех времён это было большой редкостью. По оценкам историков, Брюс во многом опередил Ломоносова, родившегося почти через полвека. Но народная молва закрепила за ним славу колдуна и чернокнижника. В последующие 300 лет ни одно поколение магов, алхимиков, естествоиспытателей и даже государственных деятелей будет искать чёрную книгу Якова Брюса. Чёрная книга – главная загадка Якова Брюса. По легенде, именно из неё он черпал свои тайные знания. Чёрная книга – это та книга, которая направлена на другого человека или на какие-то объекты природы, на явления, то, что можно сделать помимо его воли. То есть или вмешаться в те процессы, которые обычному человеку не подвластны. Например, вызвать дождь, остановить там молнию, прекратить град и так далее. Жители соседних сухаревой башней домов, а также купцы, торгующие на знаменитом сухаревом рынке, не раз замечали, что к башне подъезжают подводы со всякой диковинной посудой, с клянками, с порошками и книгами. Всю эту поклажу под надзором графа Брюса слуги поднимали наверх, на третий этаж. Граф Брюс в своей лаборатории работал, как правило, по ночам. В окнах башни мелькали странные огни, из окон вырывались клубы дыма, на улицу проникали странные запахи. Изнутри все выглядело еще более таинственно. В специальных алхимических сосудах смешивались непонятные жидкости, которые любой нормальный человек не то что на вкус попробовать понюхать не решился бы. Все это повергало горожан в мистический трепет, а то и просто в ужас. Обыватели были уверены, странный шотландец колдует. Более образованные не сомневались, что обитатель сухаревой башни ищет формулу философского камня. В конце 17 века вся Европа переживала увлечение секретной наукой алхимии, которая якобы поможет создать философский камень, превращающий любой предмет в золото. Труды по алхимии передавались из рук в руки при условии соблюдения строгой тайны. Алхимики искали эликсир вечной молодости и бессмертия, как доктор Фауст. Алхимической лабораторией Якова Брюса стал его кабинет, отстроенный на третьем этаже сухаревой башней. Но одной комнаты ему было недостаточно. Алхимическая практика – дело тайное. И потому алхимики активно использовали в своей таинственной работе подземные ходы, позволяющие им не только быстро и незаметно перемещаться с места на место, но и доставлять в лабораторию то, что им было нужно для опытов. А это порой были предметы, совершенно не предназначенные для глаза непосвященных. Яков Брюс в бытие свое в сухаревой башне имел в своем распоряжении кабинет, библиотеку и подземный ход, который выводил за пределы строения. Это достаточно известный факт. Примерно такой ход как раз шел по той улице, которую сейчас мы называем проспектом мира. Люди не раз могли видеть, что Яков Брюс вошел в одно здание, а потом каким-то образом оказался у себя в кабинете в сухаревой башне. Заняться алхимией обрусевший шотландец решил после встречи с Исааком Ньютоном. В 1698 году обитатель сухаревой башни вместе с Петром I отправился в Англию вербовать иностранных ученых для работы в России. Там и произошла встреча, которая определила всю дальнейшую судьбу Брюса. Он знакомится со знаменитым ученым. Ньютон – физик, который всю жизнь занимался разработкой физики. Известно, что перед смертью он сжег практически все свои труды по богословию. Он был известнейший английский богослов. Известно, что он в течение довольно длительного времени, точно опять же не ясно какого, был главой одного из самых тайных рыцарских орденов. Вот одно из его названий, насколько я помню, сионский приорат, но что-то в этом роде. То есть один из самых глубоко засекреченных таких вот орденов. А это означает, что прежде всего он владел огромным количеством неизвестных нам, абсолютно непонятных для нас знаний. И вполне возможно, что он был известным алхимиком. Поздним вечером граф Яков Брюс вызвал в свою лабораторию на вершине Сухаревой башни старого верного слугу. Старик сразу почувствовал недоброе. Он понимал, что сейчас барин начнет проверять свое колдовство на нем. Но отказаться не посмел. Возможно, действительно, достаточно много людей, по крайней мере, несколько, может быть, десятки, владели какими-то знаниями, о которых мы сейчас ничего не знаем. Опыты по извлечению философского камня оказались успешными. Образцы этих сплавов до сих пор хранятся в европейских музеях. Некоторые алхимические эксперименты, особо опасные, проводились и под землей. Инженерное устройство подземных ходов это позволяло. Каждый ход – это сложное инженерное сооружение. Надо, чтобы в нем не застаивался воздух, чтобы не накапливалась вода. Существуют дренажные системы. Здесь их не сохранилось, но они наверняка были. Существует вентиляционная система. Вот мы видим вентиляционную шахту, которая призвана когда-то была держать воздух в подземелье свежем, но сейчас забита сверху мусором и свою роль не выполняет. Но чаще Брюс колдовал над реактивами в своей лаборатории в Сухаревой башне. В его библиотеке, хранившейся здесь же, были книги по алхимии. И многие из них с пометками, сделанными рукой самого Брюса. Но люди, не посвященные в секреты алхимии, эти тексты прочесть не смогут. Они надежно зашифрованы. Брюсу был известен тайный шифр алхимиков. Слуга с трудом пришел в себя после магического зелья Брюса и не узнал своего отражения в мутном зеркале. На него смотрел юноша. Крепкий, здоровый, улыбчивый. Куда-то делись морщины и складка меж бровей. И седина. Лишь одежда осталась прежней. Обычная леврея слуги. Граф был доволен. Эксперимент наконец-то прошел удачно. Московский колдун после многих лет исканий нашел эликсир бессмертия. Считалось, что это одно и то же. Аль-эксир, арабское слово, то же самое, что философский камень. И хотя эликсиром позже стали называть жидкости, но на самом деле подразумевалось, что тем или иным способом введенный внутрь организма философский камень это и есть эликсир бессмертия. Свои секреты алхимики хранили в строгой тайне. Но человеческая память не безгранична. Вероятно, все свои секреты и находки граф Яков Брюс записывал в ведомую только ему книгу. Есть версия, что именно эту рабочую тетрадь ученого и чародея называли «черной книгой». И именно ее не удалось найти до сих пор, хотя поиски велись самые тщательные. Подземелье в районе нынешней Сухаревской площади наиболее вероятное местонахождение тайника Якова Брюса. И хотя за прошедшие века самодеятельные и профессиональные искатели далеко продвинулись в поисках, московские подземные ходы хранят еще много неизведанного. Мы, заглянув сюда, можем видеть, что своды куда-то уходят дальше, пока не упираются в завал. И за то время, пока сюда не попадал ни один человек, здесь выросли прекрасные сталактиты и сталагмиты, как в естественной пещере. Если у кого-то когда-то достанет сил раскопать завал, который вот где-то там дальше, человек будет вознагражден, попадет в кусок хода, которому не менее 300 лет, и где эти 300 лет никого не было. Центр Москвы. Пересечение проспекта Мира и Садового кольца. Здесь, глубоко под асфальтом, покоится фундамент Сухаревой башни. Возможно, самого мистического сооружения столицы. Во время русско-шведской войны лаборатория в Сухаревой башне неожиданно приобрела стратегическое значение. Именно тут Яков Брюс изобрел порох. Точнее, так модернизировал уже существующий состав, что это его открытие сыграло решающую роль в исходе Полтавской битвы. При Полтаве Брюс командовал русской артиллерией. Его даже упоминает Пушкин, перечисляя птенцов в гнезда Петрова в своей знаменитой поэме. Подойди всем от Пушкин! Артиллерия поработала на славу. Швед с позором бежал. По всей Европе поползли слухи о новом страшном оружии русских. Порох Брюса по своим свойствам оказался лучшим в мире. Этот традиционный состав достаточно хорошо загорается и достаточно спокойно горит. В стволе, в артиллерийском, он может даже произвести выстрел. Состав, который более поздний, он даже не горит. Как видите, спичку он погасил. То есть он, можно сказать, взрывается при поднесении пламени. Он действительно дошел до чего-то, что стало известно людям гораздо позже. Для своего времени, для рубежа 17-18 века, это большая загадка, то, что он добился. За победу в Полтавской битве Брюс был представлен к ордену Андрея Первозванного. Не только за личную отвагу, но и за полководческое мастерство. Ведь под Полтавой он применил необычный тактический ход, оказавший решающее психологическое воздействие на неприятеля. Он построил артиллерию, которая была как-то закрыта теми, той частью войск, которая была перед ней. Она была построена в ряд, и когда шведы наступали, то те солдаты, которые были перед пушкой, они разошлись. А это, чего Брюс просто удалось расстрелять, почти в упор наступающих шведов, которые обратились в бегство. Эта стратегия поразила современников Брюса. Но на самом деле он не был первым, кто ее применил. Когда-то за 500 лет до рождения чародеи Сухаревой башни такую тактику использовали тамплиеры, рыцари тайного ордена. Только вместо пушек за рядами пехоты скрывались лучники. В стенах этого ордена собирались люди, которые интересовались наукой, в том понимании, каком она была в средние века, и тайными знаниями. Тайные знания включают в себя вполне определенное изучение сил природы и человека, использование этих сил. Исторически доказано, после того, как тамплиеры бежали из Франции, их приблизил к себе легендарный король Шоатландии Роберт. Роберт I Брюс, единокровный предок Якова Брюса. 500 лет спустя тайные знания древнего ордена воплощались в жизни в Петровской России, в Москве, на третьем этаже Сухаревой башни. По вечерам здесь проходили странные собрания. К Сухаревой башне подъезжали роскошные кареты, и наверх к Брюсу поднимались знатные гости. Несколько раз случайные прохожие падали ниц. Из царской кареты выходил и шествовал мимо них сам царь Петр. Брюс научил Петра наблюдать за звездами. Царь, благодаря советам шотландца, смог наблюдать солнечное затмение и полет метеора. По масонской легенде, основателем русского масонства был Петр I. Якобы он был посвящен в масонство во время Великого посольства, в 1798 год, когда он был в Англии. Посвятил его знаменитый английский архитектор Кристофор Рен, который отстроил Лондон после Великого пожара. Первая русская ложа, открытая Петром, называлась Нептун. И она находилась в так называемой рапирной комнате в Сухаревой башне, как раз в общем-то резиденции Брюса. По масонской легенде, заседание первой в России масонской ложи проходило в Сухаревой башне. В Нептуново общество, кроме Петра и Брюса, входили меньшиков, Франц Лефорт, генерал Апраксин. Москвичи говорили, что царь с немцами, так называли тогда всех иностранцев, творит богомерзкие дела. Люди, которые были близки к тайным знаниям, давали клятву страшную и сейчас дают масоны смертную клятву о неразглашении тайны. Тайна охранялась очень сурово. В Эрмитаже сохранился этот уникальный предмет – зеркало Якова Брюса. Перед нами так называемое зеркало Брюса. Большое отражательное зеркало, сделанное тщанием графа Якова Велимовича Брюса 1733 года, августа месяца. Чудесно, что по прошествии практически 275 лет со дня создания, это зеркало практически как будто в первозданном виде мы видим, благодаря, видимо, особенному покрытию, серебрению. Безусловно, такому вот виду, сохранившемуся до сего времени, вполне возможно, что мы обязаны каким-то секретом, может быть, не вполне известным сейчас нам. Наблюдать за звездами Сухаревой башни Брюс мог благодаря телескопу, оборудованному этим уникальным зеркалом. Говорили, что с помощью этого зеркала Брюс общался с призраками. Как бы там ни было, Якову Брюсу в 17 веке удалось добиться результатов, которые у современных химиков вызывают недоумение и восхищение. Он сумел создать сплав, который на протяжении более трех веков оказался практически неподвластен коррозии. Часть его знаний выпадает за пределы того, что он мог получить из общения со всеми своими европейскими современниками. По-видимому, он либо что-то делал, о чем не сохранилось нам его в архивных данных, либо он сумел что-то прочитать в той литературе, которая была в его собрании, то, что не смогли прочитать его современники. По легенде, именно отсюда волшебник Брюс смотрел на небо в свою 20-метровую трубу и общался со звездами. Ясными ночами алхимическая лаборатория в Сухаревой башне превращалась в обсерваторию астролога. Наблюдая за ходом небесных светил, Брюс пытался предсказать ход событий на Земле и человеческие судьбы. Накопив достаточно опыта и наблюдений, Брюс решил составить астрологическую карту своего венценосного друга Петра. Поначалу карта выглядела вполне ожидаемо. Звезды указывали, что у русского царя сильный характер и крепкое здоровье, но вспыльчивый нрав и преступное, особенно для главы империи, не осмотрительность. Но чем дальше астролог углублялся в хитросплетение звездных траекторий, тем отчетливее его наметанный глаз видел. Царю угрожает смертельная опасность, и предотвратить ее шансов уже нет. Брюс был очень встревожен результатом. При русском царском дворе существовали, были астрологи. Это существовало еще со времен Василия III, отца Ивана Грозного. Традиция такая была. Астрологов обычно приглашали из Англии. И многие астрологи имели шотландские корни. Поэтому нахождение Брюса около царя, человека с такими корнями, с таким образованием и с такими интересами, конечно, указывает еще и на то, что он выполнял вот эту функцию астролога при царском дворе. Центр Москвы. Пересечение проспекта Мира и Садового кольца. Здесь глубоко под асфальтом покоится фундамент Сухаревой башни. Возможно, самого мистического сооружения столицы. В 1701 году в Сухаревой башне открывается учебное заведение, навигацкая школа. Брюс преподавал молодым штурманам астрономию. А по ночам в одиночестве смотрел на звезды и совершенствовался в астрологии. Итогом этих наблюдений стал первый российский астрологический календарь. Его так и называли – Брюсов. Календарь дает астрологические советы на каждый день на сто лет вперед. А также делает прогнозы всевозможных событий. Допустим, такая смешная вещь, как когда ходить в баню. Ходить в баню – это тоже определенная медицинская процедура. И нужно, чтобы она была сделана в правильное время. Когда начинать учебу? Когда там, допустим, стричь волосы? И вот такие простые вещи, из которых состоит наша повседневная жизнь, Вот, так сказать, это, собственно, и делал Брюсов календарь. Люди с удовольствием читали. Этой частью можно было пользоваться в течение длительного времени. Вот. И поэтому часто Брюсов календарь передавался из поколения в поколение. И люди на протяжении десятилетий читали его и сверяли свою жизнь с Брюсовым календарем. Но чем популярнее становился Брюсов календарь в народе, тем прочнее укреплялась за его создателем дурная слава колдуна и чернокнижника. А Сухарева башня еще три века считалась нехорошим местом. Не все прогнозы Брюсова календаря сбывались. Но одно предсказание воплотилось в жизнь точно и неотвратимо. Брюс рассчитал точную дату смерти Петра Великого. Астрологическая карта указывала срок и называла источник опасности со всей определенностью. Еще был шанс остановить царя, собравшегося лично инспектировать только что прорытый Ладожский канал. И повернуть вспять ход истории. Но Брюс не смог отговорить своего друга от рокового последнего путешествия. У него Луна находится в соединении со зловредной звездой. Это Антарес, это сердце Скорпиона. Как раз это может происходить в путешествиях. Или это может быть связано с морем и водой. Как мы с вами знаем, Петр I умер простудившись. Он работал в воде, в холодной воде. Был шторм, была буря. И он заболел воспалением легких. Затем там еще были всякие осложнения. И вот вскоре наступила смерть. Большинство книг из библиотеки Брюса, находившейся в Сухаревой башне, сохранилось и сегодня. По описи видно, что около 70 книг посвящены оккультизму, магии и астрологии. Однако несколько десятков томов из библиотеки Брюса после его смерти исчезли. Исчезла и черная книга. Черных книжников в Петровское время боялись, мы относились настороженно. И их могли преследовать вплоть до их смерти, до их умерщвления. Вот поэтому люди и старались, конечно, зная все эти случаи, не афишировать свое тайное знание, скрывать его. Именно этим объясняется тот факт, что в архиве Якова Брюса, ныне хранящемся в запасниках Петербургского музея артиллерии, нет ни одного упоминания о его занятиях оккультизмом. Вообще таких писем я не думаю, что можно обнаружить в 17-18 веке. За такие письма, за упоминания о таких вещах, можно было отправиться в тайную розыскных дел канцелярию или еще куда-нибудь подальше. Потому что, ну вы знаете, что если в царских палатах, не дай бог, какой-нибудь корешок обнаружат, то и то наряжалось следствие. Многие люди отделывались ссылкой в Сибирь. И тяжелыми наказаниями. Приходилось быть осмотрительным и осторожным. И все же некоторые свои изобретения Брюс не боялся показывать друзьям. Они выглядели чудом, но скорее забавным, чем пугающим. За них вряд ли сослали бы на каторгу. А значит, можно было и дальше продолжать работу в своей любимой Сухаревой башне. Однажды в гости к Брюсу приехал граф, его старинный приятель. Друзья готовились к совместной трапезе и с увлечением обсуждали последние столичные новости. Прислуживать за обедом вышла девушка. Служанка потрясающей красоты. С виду она походила на восточную куклу. Фарфоровые белизны щеки, тонкая линия губ. Вот только черты лица замерзшие, будто неживые. Она прекрасно сервировала стол, но не произносила при этом ни слова и как-то странно двигалась. Идея создать существо, которое было бы подобно человеку, очень древняя. Я думаю, что всегда люди к этому стремились. Есть такие сведения, что в 12 веке в Германии были изобретатели, которые создавали механические существа, антропоморфные, которые могли совершать несколько простых движений. И даже есть такие сведения, что они могли произносить несколько слов на хорошем немецком языке. И есть сведения, что эти ученые, конечно же, собирали эти сведения, которые были тогда доступны. И в какой-то мере, наверное, использовалось тот опыт, который был. Конечно, можно сказать, что они были описаны в некоторых книгах, которые были доступны немногим. Ученые считают, что кукла-служанка действительно могла присутствовать в доме Брюса. Она вполне была способна выполнять простые движения. У соседей Брюса ходячая железная баба вызывала шок. Она могла взять поднос, скажем, с напитками, с кушанием, въехать в комнату. Я все же думаю, что она не ходила ногах. Невозможно. Поклониться присутствующим, поставить поднос, сделав вполне, так сказать, разумное движение. Она могла уйти. Возможно, она могла совершать еще несколько каких-то заранее известных движений, которые были характерны для звук. Но приезжий граф обо всем этом не знал. Он был сражен красотой молчаливой служанки. «Отдайте ее мне», – попросил он чародея. «Я возьму ее в жены». «Отдать не могу», – ответил Брюс. «Тогда продайте, ведь это не более чем крепостная», – не унимался знатный гость. В ответ старый шотландец только рассмеялся. Один взмах руки, и прекрасная девушка замерла. Молчаливая служанка оказалась заводной куклой, очередным волшебным изобретением Якова Брюса. Сухарева башня была главным местом экспериментов потомка шотландских королей. Но не единственным. Однажды Брюс пригласил гостей в свою подмосковную усадьбу Глинки. Гости волновались и перешептывались. Сейчас знаменитый колдун явит миру свое очередное чудо. И вот, согласно легенде, однажды сюда, в усадьбу, приехали гости к Брюсу. Было это в июле месяце, на Петров день. День был жаркий. И Брюс повел гостей по парку. В парке он подвел гостей к пруду, неожиданно достал волшебную палочку, взмахнул ею, и тут же на глади пруда образовался лед. И Брюс одел коньки, и по льду начал кататься. Ну и, конечно, гостям раздали коньки, и также пригласили покататься вместе с Брюсом. Как ни странно, это единственное чудо Брюса, имеющее вполне реальное объяснение. Для того, чтобы исполнить эту легенду, нужно иметь два пруда. Или один пруд разделить перемычкой. Зимой заморозить лед. Если нужно, при необходимости наморозить его, чтобы у него толщина была 30, 40, 50 сантиметров. К концу зимы покрыть этот лед, а чтобы он не таял до того времени, когда мы начнем этот фокус показывать. Заранее замороженный лед покрывался ветками или досками, и несколько месяцев не таял. В день приезда гостей эту теплоизоляцию снимали и впускали воду из соседней части пруда, покрывая лед слоем воды в полтора метра. Теперь вполне можно было развлекать гостей катанием на лодках. А вот когда они уйдут за столы, то тогда нужно воду, излишки воды сбросить, очистить лед, почистить его, и к вечеру, когда будет фейверк, Брюс может выйти, взмахнуть волшебные плалочки, и все увидят, пруд заморожен, покрыт льдом в середине мая месяца. Даже этот, не слишком хитрый фокус, доказывает, что хозяин сухаревой башни знал намного больше многих своих современников. Но маловероятно, что он пришел к этим знаниям путем лишь научных экспериментов. Современные исследователи считают, что Брюс мог иметь доступ к тайным знаниям древних мудрецов. Истоки этих знаний надо искать в генеалогии шотландца. И в истории древнего ордена тамплиеров, тактику которого Брюс применил под Полтавой. В 13 веке в Шотландии эти две линии пересеклись при дворе короля Роберта Брюса. Центр Москвы. Пересечение проспекта Мира и Садового кольца. Здесь, глубоко под асфальтом, покоится фундамент сухаревой башни, возможно, самого мистического сооружения столицы. В 13 веке за 400 лет до рождения хозяина сухаревой башни при дворе шотландского короля Роберта, предка Якова Брюса, нашли прибежище рыцаря таинственного ордена тамплиеров, изгнанные из Франции. Роберт Брюс действительно создал в Шотландии очень хорошие условия для существования изгнанных тамплиеров и оформил и разрешил орден божественного чертополоха, тамплиерский орден в своей стране. Поскольку в знатном королевском роде тамплиеров эти знания и посвящения передавались от потомка к сыну, это посвящение перешло и к Якову Брюсу от его отца. Яков Брюс был прямым потомком шотландского короля, возглавившего тайный орден рыцарей тамплиеров. А значит, ему по наследству могли передаваться не только знания, но и их секретные книги. Тайные знания, видите, большей частью это обыкновенные научные знания, но изложенные достаточно темным языком, достаточно мистическим языком. В них просвещенные рыцари собирали опыт ученых, начиная со времен Древнего Египта вплоть до античности. Они серьезно занимались алхимией и оккультизмом. Именно в тамплиерских манускриптах могли содержаться описания таинственных опытов, проходивших в Сухаревы башни. Но ее хозяин был обязан прятать их от посторонних глаз. Это было для рыцаря высокой степени посвящения не только делом чести, но и вопросом жизни и смерти. Ни одна из этих книг до сих пор не найдена. В том числе и главная книга – черная. Мы находимся в подвалах особняка Брюса. Именно отсюда начинался подземный ход, который связывал дом Брюса со знаменитой Сухаревой башней. По легенде, Брюс всю свою жизнь работал и создавал эликсир бессмертия. И где-то здесь, в этих подземных ходах, он спрятал свою колдовскую книгу. И именно в ней находится этот сокровенный секрет. Поиски черной книги идут уже почти 300 лет. После смерти Брюса императрица Екатерина выставила возле Сухаревой башни караул, а внутри начались поисковые работы. Искали тщательно. Говорили, что императрица с помощью магических книг Брюса надеется получить еще большую власть. Но мало кто отваживался спуститься под землю. Поговаривали, что призрак мага-шотландца подстерегает за поворотом подземного каземата любого незадачливого искателя – черные книги. Достаточно распространенная практика. Какая? Делание, ну, устройства тайников в подземельях. Собственно, подземелье, оно для того и существует, чтобы что-то скрыть. Примерно такие же сооружения, в общем, составляют несбыточную пока мечту, наверное, любого колодоискателя, да и вообще здравомыслящего человека. Когда-то, собственно, эти полости, наверное, так и искали. Шли по коридору и стукали камушком или еще чем-то по другим камням. Хотя, в принципе, ничто нас не останавливает от того, чтобы сейчас попробовать найти этот ход. Правда, шансы малы, но чем черт не шутит. Рассказы о чародеи Сухаревой башне ходили по Москве вплоть до начала Второй мировой войны. Легендами о секретных книгах Брюса заинтересовался сам Сталин. Сталин, конечно, интересовался всякими эзотерическими течениями. Но он и поднимал, в общем-то, ученых, которые где-то, в общем-то, тоже оперировали, опирались на какое-то тайное знание. Я думаю, что его интересовало прежде всего Брюсово пророчество. И его интересовала судьба России. В 1934 году Сухареву башню было решено снести специальным указом правительства Советского Союза. Архитекторы, возмущенные предстоящим уничтожением исторического памятника, написали коллективное письмо Сталину. Они даже сравнивали Сухареву башню с картиной Рафаэля, которую просто нельзя уничтожить, поскольку это будет преступлением против культурного наследия. Сталин в своем достаточно кратком и сухом ответе архитекторам произнес знаменитую фразу, которая стала похоронным таким реквиемом для многих памятников Москвы. Что советские люди сумеют создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества, нежели Сухарева башня. Однако снос Сухаревой башни происходил странно. Ее демонтировали иначе, чем большинство архитектурных памятников. Ее буквально разбирали по кирпичику. Ее не взрывали, как, например, были взорваны в Кремле Чудов и Вознесенский монастырь, причем взорваны совершенно подчистую, и очень мало удалось тогда сохранить реставраторам многих архитектурных ценностей. В Сухаревой башне все было иначе. Ее не взрывали, а разбирали постепенно, поэтапно. При демонтаже лично присутствовал сам Лазарь Каганович. Москвичи были уверены, власть ищет тайные книги Брюса. Вполне возможно, что по указанию Сталина действительно искали книги Брюса и было предпринято такое очень тщательное исследование его наследия. Но поиски не увенчались успехом. Сухарева башня продолжает хранить свою тайну и после смерти своего хозяина. Смерти не менее загадочной, чем вся его долгая жизнь. Центр Москвы. Пересечение проспекта Мира и Садового кольца. Здесь, глубоко под асфальтом, покоится фундамент Сухаревой башни. Возможно, самого мистического сооружения столицы. Хозяин лаборатории в Сухаревой башне Яков Брюс умер в 1735 году и обстоятельства своего смерти были весьма загадочны. Смерть Брюса, по всей вероятности, действительно была неожиданной, во всяком случае, для него самого, поскольку в феврале 1735 года, за два месяца до смерти, Брюс выезжает в Москву, заключает договор с вдовой подящего Стефанины Васильевой о том, что возьмет на воспитание ее сына и подготовит его для поступления в военное училище. Через пять лет. Кроме того, в этом же феврале 1735 года Брюс покупает дом на Мясницкой, видимо, рассчитывая использовать это самое здание. Ну и, конечно, еще один аргумент – это то, что не осталось завещания после смерти Брюса. И, в общем-то, это говорит о том, что смерть была все-таки неожиданной. Хотя мы знаем, что Брюс болел под агрой несколько лет, его мучила эта болезнь, но под агрой все-таки не является, скажем так, смертельной болезнью. Возможно, Брюс стал жертвой своего последнего эксперимента. В 17 веке европейские ученые обычно проверяли свои изобретения на себе. Мы знаем вкус некоторых веществ, сильно ядовитых, только благодаря последним записям, оставшимся от тех химиков, которые успели это попробовать и сообщить окружающим, чем это на самом деле пахнет или каково оно на вкус. Нельзя исключить, что Брюс тоже попытался попробовать что-то, исприготовленное им, возможно, приготовленное по известным найденным у него рецептам, что-то, относящееся к эликсиру бессмертия. Московские спелеологи тщательно исследовали подземные ходы в районе Сухаревской площади, но тайник Брюса найден не был. Исследователям мешали завалы, образовавшиеся после разрушения башни в 1934 году. Если Яков Брюс имел что-то спрятать под землей, то он мог воспользоваться именно какой-то боковой коморкой в ходе, либо таким глухим ответвлением. Если такое глухое ответвление замуровать, то оно ничем не покажет на такой хаотической стене своего существования. Может быть, вполне, что где-то вот за этими камнями есть какой-то проход далее. Возможно, тайник. В 2005 году во время строительных работ на Сухаревской площади был обнаружен фундамент Сухаревой башни. Строители, прокладывавшие подземный переход под Садовым кольцом, увидели каменную кладку 17 века. Возможно, именно эти древние камни до сих пор хранят великую тайну. Черную книгу чародея из Сухаревой башни. Субтитры создавал DimaTorzok